Более 500 миллионов рублей получит Колыма по поручению президента Владимира Путина. Средства поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации. 253 миллиона рублей выделено на завершение строительства школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в поселке Снежный. Учреждение возводят в рамках реализации национального проекта образования. Общая площадь объекта около 6 тысяч квадратных метров. Здание будет состоять из двух двухэтажных блоков школы – учебного и спортивного, которым пристроят детский сад и пищеблок. 258 миллионов рублей дополнительно выделено Магаданской области на продолжение благоустройства парка «Маяк». В строительство основной части было вложено более 180 миллионов рублей. Парк был открыт в декабре 2019 года. Более подробно о его будущем в эфире «Авторадио Магадан» рассказал глава города. Во-первых, это будет большое количество плоскостных спортивных сооружений для разных возрастных групп. Потому что вы видите, что вот в этой части парка приходят люди не просто погулять, а приложить свои физические усилия на тех предметах, которые для другого предназначены. Поэтому там будут и качалки, там будут и рукоходы, там будут и другие спортивные площадки. И я думаю, что все получится. И просили там пана футбол, и пана футбол будет. Ну и, конечно, увеличим парковочную территорию. Добавим еще, наверное, место общего пользования. Потому что в парке сделан туалет, но его мало. Будем добавлять. Ну вот парковка будет порядка на 50 автомобилей. Она очень востребована. Потому что люди приезжают, конечно, на колесах туда, чтобы отдохнуть погулять. Образите внимание, очень востребованы, особенно у нашего народа, качели. Мне кажется, такой вид. Качели будут. Такой вид, как... Но более поэкстремали. Немножко поэкстремали мы там. В эфире «Авторадио Магадан» глава города рассказал также об эпидемиологической обстановке в городе, готовности к отопительному сезону, благоустроительных работах и поздравил горожан с первым сентября. Я поздравляю всех с наступающим новым учебным годом. Очным мы идем в школу. Дети соскучились по школе. Дети соскучились по одноклассникам, учителям. Всех с праздником. Самого хорошего всем, чтобы ожидания родителей, детей, учителей, они совпадали.